Всем привет! С вами Богдан, и сегодня мы поговорим о сандале. Ааа, как похит круто! Он очень лютанцевский, как бы можно реально слепую покупать. Ааа, так это латинский язык. Я думал, там типа латиносы живут. Вот это реально круто. Ууу, какой здесь иланг. Я понял, что это. Там нет розы случайно. Ну, потому что такой наглости никто больше себе не позволяет. Сандал — это одно из самых древних благовоний, которые использовало человечество. В Рамаяне, написанной в VI веке до н.э., упоминается, что сандал воскуривали в храмах 4000 лет к тому моменту. Так что можно себе представить, насколько это древняя традиция. Эфирное масло, как и душистую древесину, добывают из белого сандала. Однако из-за того, что Индия в свое время переусердствовала с экспортом сандалового масла, и сегодня это растение находится под угрозой вымирания. Поэтому, что бы вам не рассказывали консультанты, что бы не писали в пресс-релизах, знайте, натурального сандала в сегодняшней парфюмерии вы не найдете. Вместо него вы найдете химические соединения, такие как еванол, санталол, майсороцитат и некоторые другие. Все они разным образом передают запах сандала. И сегодня мы поговорим об ароматах, в которых как раз содержатся эти соединения. Наш первый аромат в сегодняшней подборке носит название «Молекула 4» от британского бренда «Эсцентрик Молекулс», который основал парфюмер Гезошон. Вы наверняка знаете первую молекулу, это ИСЕ Супер, вторую молекулу – это Амбраксан. Третий аромат бренда «Молекула номер 3» был посвящен «Витиверу», «Витиверил ацетату». А четвертая молекула, которая вышла после продолжительного перерыва, содержит в себе молекулу еванол. Это как раз соединение, которое пахнет сандалом. Собственно, как и другие молекулы, этот аромат в буквальном смысле содержит в себе одно единственное вещество, которое растворено в спирте. Поэтому называть это парфюмерной композицией, честно сказать, это было бы слишком громким заявлением. И распространяться долго о нем, наверное, тоже не стоит. Скажу лишь, что еванол, растворенный в спирте, пахнет ожидаемо древесно. Однако характерные для сандала сливочные мягкие акценты здесь сглажены. Молекула еванола сама по себе пахнет слегка перечно, пряно. И в ней есть такой намек на цитрусовый аспект. Поэтому, если вы знаете, ароматы бренда Escentric Molecules, они всегда выходят парами. И в пару к этой молекуле есть еще аромат, который называется Escentric. В нем молекула еванола сбалансирована другими компонентами. Там она обыгрывается более полно. И если здесь это действительно только еванол, то в Escentric ноту еванола дополняет гриппфрут. И вот он как раз на примере того аромата вы хорошо увидите, как цитрусовые грани еванола раскрываются в соседстве с цитрусовым аккордом. Еванол сам по себе, в том виде, в котором он присутствует в этом аромате, достаточно диффузный. И может удовлетворить вашу потребность в аромате с запахом сандала, если вы действительно хотите, чтобы он был таким сухим, пряным, немного жгучим. Если вы хотите аромат, который наиболее правдоподобно передает ноту сандала, обратите внимание на Sacred Wood by Killian. Признаюсь честно, я сам долгое время обходил вниманием эту линейку бренда Killian, которая посвящена Азии. Действительно пахнет сандалом очень правдоподобно. Здесь нота сандала обрамлена смолой L.A.M.E., дополнена кедром. В результате это очень древесный, насыщенный аромат. Здесь есть и вот эта сухость, и перечность, и пряность, и даже дымность. А еще есть сливочный аккорд, может вам напомнить стакан молока или сливок. Все-таки бренд Killian больше ориентирован на женскую аудиторию. На женщинах будет звучать очень здорово. Опять же, за счет этого контраста, потому что сам по себе запах довольно мужественный. Повторюсь, если вы ищете правдоподобный сандал, то будет не лишним познакомиться именно с Sacred Wood от Killian. Сандал Мажус Кюль или сандал с большой буквы – это третья работа Сержа Лютанца на тему сандала. И действительно, в некотором смысле можно считать его эталонным. Действительно, сандал с большой буквы. Почему, сейчас объясню. В парфюмерии есть ряд определенных классических сочетаний, которые в зависимости от того, нравятся они вам или нет, можно назвать классика, а можно назвать клише. И сочетание сандала с розой – это действительно классическое сочетание. Многие парфюмерные дома это сочетание выпускают у себя. И Серж Лютанц также пошел по этому пути, однако у него получилась невероятной красоты, аромат, работа, не побоюсь этого слова, шедевр. Сразу забегая вперед, скажу, что это самый любимый мой аромат из сегодняшней подборки. Я сам его люблю огромной любовью. Роза здесь насыщенная, бордовая, темная, при этом лишенная готических ассоциаций. А сандал сухой, потрескавшийся, вызывает ассоциации, знаете, с такой старенькой деревянной коробочкой, в которой лежит вот эта вот засохшая, тоже давно уже не живая роза. Гениальность этого аромата заключается в том, что сандал, который сам по себе имеет некоторую гурманскую грань, здесь эта грань, она подчеркнута нотой какао-порошка или какао-бобов. В результате рождается почти что гурманский аромат, во всяком случае у него совершенно точно есть такой характер, такое настроение, но при этом он не съедобный, его не хочется съесть. Это очень манящее, очень располагающее к себе, очень спокойное, ровное и какая-то, знаете, такая благостная композиция. Действительно, она мгновенно успокаивает своего носителя и она, мне кажется, обладает способностью успокаивать людей, которые находятся рядом с ним. Практически терапевтический аромат, я очень его люблю, не могу сказать, что я часто его ношу, но, вы знаете, осенью это будет просто бесподобно. У бренда Сельдж Лутан сейчас вот такие новые флаконы, я честно скажу, что мне этот дизайн не очень нравится, но вот так выглядят новые сотки. Этот аромат еще можно найти в старом дизайне, там флаконы будут чуть более лаконично выглядеть. Вот, если вы найдете его, обязательно берите, потому что это действительно одна из лучших работ на тему сандала. Если вы любите сандал, если вы любите розу, то я думаю, что вы даже можете купить его вслепую. Это действительно тот случай, когда вы не прогадаете. Вообще, если вы любите стилистику ароматов Сержа Лутанца и Кристофера Шелдрика, тот парфюмер, который делал ароматы для Сержа Лутанца, то вы, в принципе, уже знаете, что я имею в виду. Если я скажу, что этот аромат выполнен в характерной для Кристофера Шелдрика и для Сержа Лутанца стилистики. Он восточный, сухой, пряный, как будто бы перечный. Шикарная работа, могу еще полчаса о нем распространяться, но, пожалуй, хватит. Сандал Можескюль рекомендую. Следующий аромат нашей сегодняшней подборки носит название Буа де Сантау. Он входит в восточную линейку бренда Кейко Мичери. Кейко Мичери родом из Японии, и это определенно накладывает отпечаток на характер ее парфюмерных композиций. Даже если она использует плотные, тяжелые, громкие, древесные ноты, то в исполнении они звучат воздушно, акварельно, полупрозрачно. Одним словом, очень по-японски. Аромат, посвященный сандалу или сандаловому лесу. Помимо, собственно, сандала, здесь есть аккорд жимолости. Я очень хорошо ее ощущаю. Помимо этого, здесь еще заявлена нота асмантуса, и его тоже можно достаточно легко услышать. Асмантус – это цветок родом из Китая, цветы которого в процессе ферментации получают характерный запах кожи. Поэтому, если обозначить Буа де Сантау в двух словах, то это сандаловый аромат с явной нотой кожи. Если вы любите ноты асмантуса, и если вы любите сандал, то, конечно, стоит обратить внимание на ароматы ткейка Мичери. Опять же, дополнительным плюсом здесь будет тот факт, что при всей сложной сочиненности пирамиды этого аромата, он звучит воздушно, прозрачно и никого не способен утомить. Сандали Нельзя обойти вниманием один из самых хрестоматийных сандаловых ароматов, который называется самсара. В переводе на русский язык это название означает «колесо сансары», «буддистское колесо жизни». Этот аромат объединяет в себе ноту сандала с очень мощной белоцветочной нотой, белоцветочным аккордом. Главным здесь выступает жасмин, очень плотский, телесный, жаркий. Сочетается он здесь с не менее насыщенной нотой иланга. Опять же, очень жирный, почти что банановый, маслянистый, салицилатный. Это очень знаковый аромат. Он был создан в 1989 году и с тех пор он стал культовым. По множеству причин, главной из которых является тот факт, что даже в портфолио дома Герлен нет ничего похожего, не было ни в момент запуска, ни с тех пор. Я думаю, имеет смысл напомнить, что аромат изначально создавался для любимой женщины парфюмера Жан-Поля Герлена. И четыре года она пользовалась им на эксклюзивных основах, прежде чем он увидел свет для публики. Бриф, по которому этот аромат создавался, или точнее посыл к созданию этого аромата, заключался в том, что девушка заявила, что из всех существующих ароматов на тот момент, ей ничего не нравилось. Она ничего не могла для себя найти. Единственные ноты, которые ее привлекали, это был жасмин и сандал. Так и родился аромат самсара. И это, конечно, большая удача для любительниц сандала и жасмина, что они объединились вот в этом кроваво-красном флаконе. Аромат «Латинский квартал» от бренда Memo посвящен одноименному кварталу в пятом и шестом округах Парижа на левом берегу Сены. Именно там располагаются здания знаменитой Сорбонны. Это университетский корпус. Здесь располагались его помещения. И название «Латинский квартал» происходит от того, что раньше преподавание велось на латыни. В «Латинском квартале» сохранилось множество зданий старинной архитектуры, в том числе библиотеки, бестро, кофейни. Креативный директор бренда Memo Клара Малой, она решила сохранить эту атмосферу и передать ее в этом аромате. Центральное место здесь играет, опять же, сандал. Однако здесь он обрамлен нотой гвоздичного дерева, кедром. Если вы любите сандал, в котором ярко выражена вот эта вот телесная сливочность или сливочная телесность, то обратите внимание на «Латинский квартал» от Memo. В целом аромат очень спокойный, и я могу сказать, что он вполне будет уместен в университетской библиотеке. Другое дело, что вряд ли мебель в библиотеке Сорбонны выполнена из сандала, но художественное преувеличение никто не отменял. Завершает нашу сегодняшнюю подборку аромат под названием Wonderwood от бренда Com de Garçon. В целом, я сразу могу сказать, что он подойдет тем, кто ищет аромат древесный, где кроме древесины больше ничего и нет. На самом деле, это, конечно, не так. Кроме разнообразных древесных нот, в Wonderwood вы найдете ноту тимьяна, черного перца, пачули, ладана, безусловно, поскольку ладан является элементом фирменной подписи Com de Garçon. Однако главную роль в Wonderwood играет сандал, ут, кедр и еще целый ряд разнообразных древесных материалов, которые здесь очень крепко переплютены друг с другом, и в результате они рождают сухой, очень крайне сухой и очень древесный аромат. Это такой глубокоуважаемый шкаф от Com de Garçon. И, повторюсь, если вы ищете крайне древесный, крайне сухой аромат, то Wonderwood вам обязательно должен понравиться. Вообще, у бренда Com de Garçon достаточно много древесных ароматов. Я бы вам еще посоветовал ознакомиться с ароматом Concrete, который также посвящен ноте сандала. Однако там эта нота переплетается с нотой розы на ксида, это вещество, которое передает запах розы. И в целом этот аромат похож на латинский квартал от Memo, о котором мы сегодня уже говорили. Сандал в парфюмерии бывает абсолютно разный. От цитрусового, свежего до пряного и шафранового, кожаного. Сегодня мы рассмотрели самые разные сандаловые ароматы. Как я уже сказал, больше всего из нашей подборки мне нравится Santal Majuscul от Serge Lutance. Однако для меня также было открытием, что очень неплохой сандал есть у бренда By Killian. А вы любите сандал? Расскажите, какие ароматы с этой нотой вы носите чаще всего. Также поставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые эпизоды. Также я буду рад видеть вас в числе подписчиков моего телеграм-канала. Он называется Hear The Smell и ссылку мы оставим в описании к этому видео. С вами был Богдан, до новых встреч!